И третий, самый главный вопрос. Самый главный и самый серьезный и самый нужный. Все, что я говорил, это все относится больше к практическим задачам, а не к стратегическим. Стратегическая задача, она основная главная задача. Информационный вброс в общество о том, что может быть построена иная цивилизация по другим законам. По другим законам развития. А захотите ли вы, я не знаю. Может, среди вас здесь сидят какие-нибудь толстосумы, которые живут только капитализмом и считают, что рыночная экономика – это единственный случай, когда можно хорошо нажиться. Может быть, среди вас такие есть, я ничего не говорю. Есть. Кому-то это не понравится. Но нужно переходить в плановую экономику. Нужна плановая экономика. Причем в планы нужно ввести возрождение почв. Первое – воды. Второе – спасение воды. Третье – леса, легкие планеты. Борьба с пустынями. Как и начинал Иосиф Виссарионович Сталин. Он же начинал с этого. Это обязательно лесонасаждение. Это обязательно возрождение болот, которые накапливают воду. Англичане сейчас бетонируют специально площади, создают искусственные болота, чтобы спасти свои реки. А у нас что делают? Мы осушали болот еще недавно. А их трогать нельзя. То есть, вот, экосистемы страны, возродить экосистемы, насадить леса, тысячи, миллионы гектаров нового леса, нового леса. И, наверное, вы понимаете, что если цивилизация другая, то и другой хлеб должен быть, другие, все должно быть, отказаться от злаков. Я вам вчера рассказывал, что это такое. Перейти на другие формы хозяйствования, в сельском хозяйстве, спасти почву. И еще одну вещь должны понять, что вот одно дело – глютен, страшная вещь. Это действительно так. Но я вам объясню еще одну вещь, которую вы должны понимать. Когда начинает бесконечно этот чернозем вспахивать, и этот чернозем каждый год дает урожай, как сейчас угодно в Китае, почва исчезает, она гибнет. Вся почва гибнет. И тогда что получается? Вот чем опасен сейчас Китай? Почему американцы зашевелились и хотят, чтобы мы вступили с ними в союз против Китая? Да китайцам вряд ли нечего скоро станет. Все. Они химическую почву сейчас обкатывают, чтобы выращивать рис на воде, в которой растворены различные минеральные соли. А как эти соли работают на здоровье? Вы никто не знает. И вы не знаете, и я не знаю, и никто не знает. Понимаете, что происходит? Вот так. Конечно же, другая цивилизация. Тем более, у нас есть пример. Пример сталинского социализма. Почему так Сталина пугает? Почему так пугает Сталина? Ужас. Сталин. Чудовище какое-то. Потому что боятся. А вдруг этот социализм боятся, сможет, такой же. А куда девать этих дегенераторов? Куда уродов всех девать? Мы одну вещь должны понять, что вот все эти репрессии, которые проводились, якобы... Да, Сталин, там много Сталин, тоже поработал в этом плане. Но Сталин работал... Он виновных, с виновными разборки, в основном. Его аппарат работал с виновными. А вот огромная масса людей была уничтожена транскистами. А потом все свалили на Сталина. Тех же казаков уничтожали. Понимаете? Сейчас я вам объясню, почему это возможно, стратегическая задача, бросить в народную массу знание о ином образе мыслей, о ином образе жизни. Переделать человека потребителя в человека созидателю. То есть родить новое общество. Это мы можем сделать, если захотим. Во-первых, у нас есть пример. Я вам сейчас говорил о примере. Второй пример. Это пример Великой Тартарии. Вы еще раз скажите, сейчас заулыбайтесь. Что, Чингисхана вспомнил? Да, нам-то рассказывают про Чингисхана, да? Понятно, да? Все умно, очень хорошо придумано. И Сталин там живодер, и Чингисхан там хуже, чем живодер. Там живодер в Куре и все такое, да? Но самое интересное, что если при Сталине деньги какие-то были, то в империи Чингисхана денег не было вообще. И не было богатых. Все имели только необходимое и достаточно, все были счастливы. Главное, богатство духовное имело. Это каждый был философ, каждый был поэт, каждый был музыкант, каждый был в великой творческой личности и был великий в воле. Поэтому и маленькая армия вот этих сибирской Руси смогла сокрушить весь мир. И мусульманский мир, и христианский мир. Потому что это были люди другого плана. Они не хотели жить по-другому, они только так жили. Почему была уничтожена Тартария? Как она была уничтожена? Что это все в моих книгах, прочтете? Как уничтожены были книги, храмы? Как все было о ней забыто? И кто это за этим стоит? Все это несложно. Мы только должны знать одно. Сейчас, в настоящее время, надо использовать опыт Советского Союза. Но вам могут подсказать некоторые ребята, что надо возродить Советский Союз. Юридически, юридически, на самом деле, все правильно. Юридически ничего не произошло. Распад это чисто на бумаге. Понимаете? Это уроды, которые решили жить вот так. На самом деле, юридически, все незаконно. Но вы, наверное, знаете, у кого сила, тот и прав. Помните басню Крылова про этого ягненка и волка? Киренова то есть что? Что хочется, и мне кушать. Ягненок прав, конечно, во всем. Ничего он им делать не сделал. Но волк-то его сожрал. Вот так и здесь. Вы понимаете, стратегическая задача, это должна быть самая главная задача изменения движения нашего общества. Уход из библейской цивилизации в другую экономику, в плановую экономику. Значит, сейчас я на эту тему не буду разглагольством. Потому что у меня что? У меня сейчас книга написана одна, общий законный мироздание, философия, да? Да, философия. Академические знания вы без меня найдете, как и угодно. Хотя надо историю все переделать. Вам нужно сейчас вот написать еще один учебник. Я его успею написать. Может называться «Золотой век». Как это все сделать, как перейти? Это несложное история. Было бы желание. Я сейчас вам напомню одну деталь. Как работает информационная волна. Кто-нибудь из вас был на той лекции давным-давно, лет 10, наверное, назад, когда я в каком-то зале, помню, сказал, что надо взять в портрет Сталина портреты убитых на войне, с этим портретом Сталина, собрать всю команду, которая погибла на войне, и прийти в лагерный сад. Кто-нибудь из вас здесь в зале вспомнит этот случай? Был тогда со мной? Нет. Никого. Вы можете найти это в интернете. Я просто что? Я бросил информационную штурмобу, повернулся и ушел. Все. Через 2-3 года в Томске началось движение «Десмертный труд». И теперь в этом движении президента я наблюдаю, улыбаюсь, понимаю, почему он идет. Потому что я этого захотел в свою роль. Я ничего говорю не потому, что это во мне какое-то эго. Я для того это говорю, можете проверить, что информационный брос – это мощнейшее оружие против всего. Меняется сознание, меняется все. Мы должны сначала поменять сознание у себя, я имею в ячейке, а потом поменять сознание у всех вокруг нас уйди. Тогда мы сможем повернуть вектор цивилизации в другом направлении, создать плановую экономику, возродить Советский Союз в том плане, каком он должен быть. Не то, что они там делают, все опираются на законы, все пытаются в рамках системы. Все по-другому надо делать. Все по-другому, понимаете, все иначе. Я еще раз вам напомню одну деталь, которую я вчера говорил, еще раз вам напомню, чтобы вы понимали, что произойдет. Слушайте меня внимательно. Вот смотрите, перед войной Иосиф Бессарионович готовит страну как может. За 10 лет мы сделали то, что они сделали за столием. Мы создали экономику другую, мы индустриализацию привели, мы огромную массу крестьян перевезли в город, поселили их в этих коммуналках, квартирах коммунальных, заставили их работать на заводах. Он сделал невозможное. Мало этого, линии коммуникации электрические, железнодорожные привели туда, куда должны переехать потом заводы. Сталин понимал с Берии, что отступать придется, и заводы надо будет перебрасывать на другие места. Фундаменты были залиты для новых станков, которые придут сюда поставиться. Понимаете, это все было на Урале, в Сибири. Вот как это было. Все это тихо и сапо делалось, не пугая население. Потому что Сталин понимал, что даже демографически, вот вареваться, вот у нас население было небольшим, а Европа у нас по два раза превосходила. По количеству людей. Я уж не говорю про технику, и у них был опыт войны. И так и началось. Началось, вы сами знаете, как началось. Чем это все... Мы под Москвой не оказались уже в 41-м году осенью. Уже Мурманск вот-вот еле устоял. Мурманск это единственный на севере, куда по Лен-Лизу шли наши, наши принимали конвуи, и к нам союзники посылали хоть продукты какие-то. То есть вопрос жизни и смерти стоял. Жуков пришел к Сталину и говорит, давай махнем из Москвы, Москву будем сдавать. Жукова Сталин просто выгнал, даже разговаривает с ним из Сталфа. И тогда он пришел, когда сибирские дивизии прибыли, он тогда пришел, я вам еще раз повторю, как это было, он сказал, братья и сестры, вот так и так происходит. Вот это. Вот это и вот это. Значит, что вы не делаете? Вот мы сделаем вот все, что можем, и наше дело правое. Враг будет разбит, он посеял, что он породил проект, глобальный проект, мощный проект, и в этот проект вложил силу народа, веру народа своим выступлением. Он поступил, как великий жрец, как Иисус. Он поступил правильно. Народ на секунду поверил в то, что он сказал. Этой секунды хватило, чтобы включить веру полностью. Вот коллективное сознание наполнилось верой в то, что это произойдет. Мы до Урала не побежим. Мы из Урала не пойдем, мы здесь разобьем немцев. Вот эта вера огромная, понимаете? А тут чем мощнее проект, чем он ближе стоит по закону мироздания к творению, тем больше творение творец дает энергию. Сталину нужна была энергия Бога в России. И он эту энергию получил, народ получил огромную энергию, ту энергию, которую он хотел, но он не мог ее тогда задействовать от Творца. А вот своей речью он смог эту энергию выгернуть. Народ ему помог своей верой в то, что произошло. Вот здесь на Красной площади выступление перед войсками с мавзолеем. Мощный проект, который в контексте с законами Творца, тут естественно, что огромная энергия пришла. И все. Дальше вы сами понимаете. Поэтому, для чего я вам это рассказываю? Мощный проект изменения цивилизации в другую сторону в контексте с общими едиными законами мироздания, которые у меня в книге. Все, пожалуйста, изучайте, смотрите. Не только они у меня есть, а не в других книгах. Читайте Коран, вы эти законы прочтете у Магомета. Все они есть. У Христа есть тоже, но учебник Христа он лежит в Ватикане спрятанный. Только из него кусочек я нашел. Вот то, что озвучил на своей лекции. Вот и все. То есть если нам удастся вот это сделать, то этот проект получит огромную энергию высшего плана. И все случится так, как мы хотим. Но для этого, понимаете, надо что делать? Первое, получить знания трех направлений. Академическое у вас есть. Вам философское знание, и методологическое знание. Научиться пользоваться вот этими вот тремя уровнями познания окружающей реальности. Это вот тем, кто я обращаюсь к тем, кто управляет ячейками в местах. Дать эти знания остальным людям, дальше что? Работать в плане сбора информации, что происходит в стране, и дать президенту эту информацию и своему народу, выдвинуть новые законы, которые необходимы. Я пример вам приводил сейчас. И третье это создать предпосылки для изменения развития цивилизации. То есть уйти из различной экономики в полоную экономику создать совершенно другое общество. Все остальное я сейчас не буду рассказывать, это очень долго.